Противоударно. Противоударно. Воза непроницаема. Хорошая реклама. У вас-то нет такой? Такой нет. В интернете только. Там если что можно будет её купить. Там все на книге есть. Да? Там все есть. Особенно. Ну что, рассказывайте, как вы доехали? Как всё произошло? Оскушений не было никаких? У меня под конец уже как-то, ну я сама вот не могла, под конец уже всё складывалось, вот ног одному, вот ног одному. А внутри что-то так прям, ну, всё, это я спать не могла, не скрепить, ночью-то ночью. Посыпалась два часа и всё. Посыпаю три часа, иначе я там верь. Ну, мне хватало, видимо. Видимо, вот это нервное напряжение. Если б я не поехала, наверное, точно сердце разорвалось. У меня такое было, что у меня как раз неопределённый такой срок назначается, а то, чтобы дочка поехала на диагностику. И это, может быть, как раз случится на дни, когда я там буду. Но это, конечно, неизвестно ещё, так ли это. В принципе, вполне возможно, как раз вот там высох. Потом начать ещё. Как так получилось, не знаю. Ну, в общем, оставил две сумки. У меня ещё были несколько сумок, и мне нужно было к дочке-то ехать, и вот оставил. Только, ну, проехал уже много расстояния. Пришлось вернуться, а там ко времени. Так что и гнал на большой скорости, на машине. А ты на машине был сам-то своей? Сам на машине, да. А здесь в Екатеринбурге оставили? Да, в Екатеринбурге оставили. Вот так вот. Очень рискованно было это. И почему так? Можно было так и не гнать, но такова моя особенность. Ну ладно, успели. Штрафы, наверное, придут там, да? Нет, штраф нет. Нет там как раз, где нет этих камер. Ну да, хорошо. Сегодня пойдём. Мы не ходили, так не раздавали Евангелие. Они есть. Надо будет сходить сегодня на благовестие. Можно так и проникнуть? По два. Я, кстати, хотел спросить. У вас такие хорошие у нас Евангелие маленькие? Прям... Вообще, это вот новый завет, да, именно? Нет, какой-то, наверное, вы имеете в виду. Вот это у вас. А это вот, наверное? Это вот. А, имеется в виду, это моя книга просто. Снимай. Нет, это новый завет. О! Ого! Очень хорошо. Отлично. 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 А я не мог, представляешь, я прям... Можно, как я? Я распечатывать стал. Представляешь, я стал распечатывать, и у меня закончились чернила. Начал, ну то есть прям на первом. Как хорошо, что ты взяла их с собой. Все это, тогда она будет Евангелие притащить, разложить туда. В каждую книжечку, да? Да. Угу. Отлично. Пусть пока. Пока держи у себя. Потом мы подложим. Там у меня Евангелие вето 120. Платит. Сколько нас человек так? Раз, два. Один здесь должен остаться с детьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть. Вот Виталий когда сядет, когда с семь будет, вот один оставится здесь с детьми, а другие три получается человека. По сути тут два нужно. Два по два. Один в одну станут, другую в другую. Но там, там же мало вообще. Там что там идти-то? То есть один туда пойдет, две. Два туда пойдут. Четыре туда пойдут. Две пары туда? Да, да, да. Две пары сюда, одна пара сюда. Вот так вот. Одна прям сразу туда проскакивает наперед. Если начальник поезда что-то будет говорить, скажем, мы христиане прославим, подарить хотим просто. Мы дарим, никуда не призываем, хотим подарить. Мы это делаем всегда, когда ездим. И ему сразу тоже подарите. Если по лицу увидите, тоже им дарите. Не может он подарить или нет? Нет еще нет. Пойдем сюда. Где купе? Ну, если купе открыто, можете предложить, если закрыто, то слушаю и не стучать. Стучай. И жаловаться будут очень сильно, скорее всего. Открыто, да, может, так ненавязчиво чисто. Евангелие. Они думают, первая мысль у человека, что это продать им хотят. Надо сразу вот эту мысль выбивать. Иисус говорит, что это подарок от церкви. Подарок. В дар. В дар. В дар от Господа. Можно так сказать. И 14-й вагон, последний купе. Если что, скажите, вопросы все, любые вопросы, 14-й вагон, последний купе. Вы здесь, скажите, придите, может, любой человек пообщаться может. Вопросы задать, там, что-то решить, может, скажите, по церкви, там, что можно, что нельзя. Ну, и в начале такое что-то беспокойное. Что можно, что нельзя, там, такое все. Ползко. Вы как, вы завтракали, ниже сейчас? Смотрите, пожалуйста, болтинцы. На, болтинцы. Возьмите. Завтракали? Да. А еду то взяли? Синя, иди умываться! Я имею в виду, что нам тоже еды. Достаточно внизу. почитаем дальше продолжим потом будем уже по крещению смотреть это глава читали глава так бодрствуйте вот тут деревья легких то есть как украшение деревьев это как его поклонство украшать деревья не надо а деревьями украшают оборот вот допустим храм можно украсть деревьями деревья само украшение боксом деревья украшать это венточки вяжем да да это языческое это не должно быть и ты вот а то и вид 2340 в первый день возьмите себе ветви красивых дерев ветви пальмы ветви дерев широколистренных и верпричных и поселитесь перед господом богом вашим семь дней потом множество же народа постелали свои одежды по дороге другие резали ветви деревьев постелали по дороге матфея 21 8 то есть деревья все видимо прислание она разрешает во время иоанна златоуста царица евдоксия украшала столб посвященный ей и святитель восстал против этого обыдника и поплатил с изгнанием и жизнью дерево служит прообразом нашей жизни серах в шестри не возноси себя в помыслов души твоей чтобы душа твоя не была растерзана как волк листья твои ты истребишь и плоды твои погубишь и останешь как сухое дерево человек получает власть получает там должность какую-то и он возносится он думает что это его заслуга что он ее получил такая как волк будет душа твоя растерзана попадешь под все страсти которые есть захватит иной собирался собираясь плыть и переплывать слепые волны призывает на помощь дерево слабейший носящего корабля то есть дерево не переплывешь без дерева то корабли все плавают благословенно дерево через который бывает правда но это уже крестеречь благословенно дерево и это было соблазн людей потому что они покоряясь или несчастью и литеранству несообщимое имя прилагали к камням и деревам то есть это где укунается дерево в такие места премудрешники 14 глава из дерева будет капать кровь камень даст голос свой народа поколеблются вот это с дерева капает кровь из креста это что у нас третья ездра 5-5 а то дерево благословенное дерево это это будет прямого Соломона 4-7 это я помню точно один семен но я помню что 7 я пошучил из дерева будет капать кровь капать кровь и камень даст голос свой камень это что такое вот из дерева будет капать кровь дерево крест кровь понятно что капает камень даст голос свой но это но не только ну то есть да вот это есть как раз грешник как камень да он язычники там и прочее как камни безгласные ничего и не забьют даст голос свой то есть они проснутся и народы поколеблются то есть те народы которые всю жизнь были в погибели в этом году поколосы во тьме они поколеблются и многие из них восстанут святыми праведными христианами сам и третий езд третий ездок он читал книгу обязательно почитайте это вообще шлопа тоже на я читал как только исчезла проповедь об искупителе и возрождении о рождении свыше о принятии христа не просто как спасителя мира но лично своего спасителя перестали исполнять оглашенные за дети за полной невозможностью отличить улицу от церкви верующих от неверующих волков от овец так навсегда исчезли в исполнении слова оглашенные за дети тут все различие потерялась хотя весь смысл литургии в этом различие что там верно и только сегодня у нас иван за то услуги не существует ее нету она название есть а ее нету потому что без турги иван златоуста есть это деление на этих верных и оглашенных а сейчас нету значит уже что-то другое это какой-то гипп не литургию не то что златоуст установил и то что бог чуждо установил нет этого сегодня что попало ходить в храме вот сейчас это как бы я сразу знаю что это как принято в храме ходить и даже идет богослужение ходят по иконе вещей раз тут приложился там приложился там тут икону поставил и какой святой даже есть где-то какую-то где-то читал она подошла к нему свечу ставить а он отвернул отвернулся от то есть он молится она к нему подходит он купили бога мышц или другие когда они перед святыми еще ты мне мешаешь говорю я молюсь богу и это поэтому когда икона подходит бодать не надо как принято раз и падают их только прикладываются и дальше идешь прикладываешься дальше там в храме когда будем вам нужно мужчина не прикладывается нет прикладываться надо ну да вот на в этом еду все прикладываются как по порядку по очереди да по два человека вот так она и в очереди два поклона поцелуй еще один поклон все отходит друг другу нет все дальше проходишь то есть вот эти в храме правила обязательные также священник ходит вокруг него крутиться не надо за ним просто ну вот он около тебя пройдет ты пропустишь и все больше ничего не дергайся когда он там ходит он там в твою сторону ты поклонишься и все достаточно крутиться не надо вокруг этого вообще нет он ходит и кадет образы иконы у твоих храма кадет а на основе самбона получается да но они подкатят все равно ходят его рассказывают ну ладно ничего просто стой ровно они как крутится крутится куда сюда нет и как вот все почти это как признак хорошего тона раньше не будешь крутиться священник тебя заметит скажет и гордый будет за уже тебя поддавливать ты не крутить ну то есть когда я узнаю что ты ему скажешь семена салонского сошлешь и скажешь там нету такого что крутится ты хочешь и за кем там у тебя престол божий ты тоже богу стоять а ты чё тут зону лесом а ты куда-то крутишь новой скрижали там вообще все есть я ее начал разбирать с выписками для всего она огромная там еще по моему в интернете на эту тематику ну вот по ней какой-то там и он прям точно по соломскому вообще объема больше так произошла подмена пожественных божественной строгости на мнимую любовь в кавычках малолетних священников правила святых и богоносных отец наших до соблюдется и всем дабы во пресвитера прежде 30 лет нерукополагать и если бы человек не весьма и весьма достоин был вот награде до уреченных лет ибо господь иисус христос 30 лет окрестился и начал учить подобный диакон прежде двенадцати пяти лет диакониса прежде 40 лет да не представляется тебя когда рукоуположили в диаконах? незаконно. незаконно? до 27 лет. а для диаконов нужно чтобы они женаты были? можно да, но только на год до рукоположения а после рукоположения? нет то есть диаконы не рукоуполагают если ты не женат правильно? нет могут но если тебе рукоположили то ты уже не женился да а ты не женат был? нет. ты уже женится не можешь? да, все понятно. я тоже чуть лежал, а потом она думает жена что ли? или не жена, а ты что монах думаешь? ты меня выкинес? я имею ввиду что они тебя как монах сделали. они на тебя наложили диакону. все они с вязанием? ты связался? ну все, ты связан. теперь уже даже не повышать нельзя. я остался без жены. ну да, я же тебе может и лучше так сказать. свобода больше. да. так как же? ну вот если же кто в какую бы то ни был в священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен. шестое вселенское правило собора 1415. как же? если всех вошедших... а вот что там это правило у вас ничего не звучало тогда когда рукополагали? нет, там вообще ничего не звучало. просто взяли и ждали и все сделали. обряд. а как делается там проходит само человеку? там все дело. как накануне рукоположения присягу принимаешь. ну исповедь сначала. потом присягу тоже. исповедь тоже чуть-чуть неформальная со мной была особо. ничего не говорили. там какие-то... какие-то ведь, допустим, есть грехи, то ты уже... канонические тебя не могут... вот это... это ничего не говорится. не спрашивали. ну и я еще был особо невежественным в этом вопросе. я когда узнал, ну Златовус почитал, что Златовус говорит, что... говорит, когда ты чувствуешь, что ты недостоин перед престолом, уйди. до меня дошли, когда я все... я ушел просто. так же к причастию? и к причастию, когда до меня дошло, я знаю, что это крещение в один момент. я что-то там пытался... а потом, когда... я же еду и это все... сразу... священнику всем сказал, нет, я не буду причастию. я говорю, что я не допущу ни за что до причастия. а вообще, что из себя представляет? епископы просто полагают дьяконы? только ежедневно. ну то есть там один, как ты полагал? один, да. несколько епископов, а не епископов. по сути, ты как, знаешь, когда в монастыре, ты там как под епископом, да, что он скажет, то и, в принципе, он есть. в монастыре больше даже не только по епископам, а больше по егурам. внутри только, потому что епископ нечасто, он в свою очередь. да надо купить, а не доставать. ну а вот такое у вас там было, что вот там трапеза, один читает жития святых, а все едят. да, 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 да. я просто, я люблю читать. не вернулся, буду читать. а жития святых не рассматривались критически точно зрения? нет. никогда, да? я потом, когда геннадий пастор стал слушать про корисея божьего человека, действительно, он правильно же послушал. нет, критически никогда не рассматривал. во свете библии, даже не критически, критически слово плохое, а вот во свете библии просто. во свете библии просто. да. во свете библии воспитать. православное это большой шаг сделать, посмотреть на все. а как блок стоит, блокируется. там даже мысли не могло быть на того. да. как же, если всех вошедших под входа храма сразу же, сегодня же не причастить, то те же не крестить. то есть как же так? а как бы они не погибли, а то попадут под машину или другой несчастный случай. произошла подмена истинной строгой заботы священного Парфения Боровского на Пименское Алексеевское спасение всех, забывая, что мало спасающихся, как и в Новом Ковчеге. многие идут не на спасение, но на погибель, учим нас Спаситель Христос. идут или через восторг демонстрации перед Мавзолеем, или через проходной двор, который превратили православную церковь, наемные неверующие пастыри. они пасут сами себя. для них храм, золотое дно ильдорадо, кормушка и ничего более. а Иоанн Златоуст говорит, сначала наведи порядок, а потом продолжи служение, ибо порядок дороже службы. пока они будут выведены из храма оглашенные или просто прохожане, священник не имеет права продолжать литургию. еще раз призыв, там видишь окажется, вдруг окажется так, что все что не творили литургию. все это не было у многих, просто они все попрали и Господь убрал этого. люди просто ходили, ходили, то есть они не причащались реально. может так оказаться вообще. мы такого не допускаем, мы везде все раз говорим, что есть везде. но имеется ввиду, когда все это откроется, все преступления. люди сами себя, получается, возможно обманывают. да. а Иоанн же вот так. дьякон сам, еще раз призыв сугубо, двери двери, то есть дьякон сам должен пройти по рядам болящихся, проверить не остался ли непосвященный, тогда закрытый. и тогда закрыт на все пять замков двери храма. и три раза оглашенный изыдите. и два раза проверьте и замкните двери. когда дьякона нет, там двери и двери, по-моему, и не звучат, да? звучат. звучат, да, потому что у нас я не сразу не слушаю. да. сам священник. либо так тихо он там это делает, я сколько не слушал, не могу. нет, перед символом веры, у нас всегда, двери, двери. а, перед символом веры, это не когда оглашенный изыдите, это после там. все понятно, а я там ждал. то есть он еще раз проверяет, то есть, да, не остались и тех, и заглашенных. все понятно. можно спросить. это когда прекратилось? ну вот фактически. а вот даже не знаю, когда ты прекратился выводить? мне кажется, это все в Российской империи уже не было. я тоже не могу сказать. мы выводились. надо вот только тех, что спросить будет. у людей, может, братья, знают. торговли-то на такое не было раньше. не было. такое не, что в храме не было, в советское время появилось. в храме торговали. ну и там же повинность была в пользу церкви, то есть, как десятина платилась. просто на уровне государства. а сейчас в Германии так осталось. в Германии у них верующие, неверующие, все десятина платят. а вот они почему и благословение, чем мы. интересно, а налоги платят они? вот это, там налог, и в него там ходят вот это еще. в соответствии. да, в пользу. во многих странах так. в десятина платится, и благословение у них больше, чем у нас. благословение, это же что такое? это, когда говорится о благословении, там и материальном говорится. дети учатся хорошо. лучше, там, пришиться никаких, там, дом не сгорит, там, голодный спать не ляжешь, к примеру. какие вещи. есть еще, это полное благословение. сопряжено. где это есть сегодня? может ли это выполнить хотя бы под страхом извержения и сана даже патриарх? пусть попытаются и поймут, что перед ними вывело в том-то и дело. как только начнешь это, вот это попробуешь выполнить, ты поймешь, что все неверующие в храме. ты сам себя обманывал всю жизнь. вот чем дело тут. потому что восстание начнется. пусть попытаются и поймут, что перед ними вавилон, полное смешение, а не храм. толпа лошадей и свиней, как говорит златоустый составитель Тургии. ведший этот пятикратный барьер недоступности третьей части Тургии для отлученных и членов церкви. и здесь подмена. вместо оглашенных людей стали по гоголю толковать, что речь будто идет о худых мыслях и грехах. а то они всегда любят так. я тогда общался с одним, там один человек, в интернете есть Владимир, я не помню фамилии, но он там тоже ведет записи какие-то, разговоры и он толкует, ой, он напал что-то на Игнатики, на нас что-то напал. я ему в комментариях пишу, и вот вы еретики, там пятое, десятое. мы в саде им показывают, что еретиков убивать нельзя, потому что Христос говорит, оставьте расти вместе то и другое. прочитай, говорю, да жатвы, да. их нельзя убивать, ничего. а он их, он говорит, да, это у нас, а он всех оправдывает, говорит, нормально, это у нас святые все это делали, это так всегда было в церкви. я говорю, что Христос сказал. он мне сразу толкование сбрасывает у меня с писания, что это речь о мыслях. там, там же есть духовное толкование, там всякий Максим Исповедник, там или еще кого-то. такие, что это речь о мыслях, пребил мысли. и что? расти, оставь расти вместе, дожат вы что ли мысли? дожат, оставь расти вместе, да, последние, свои мысли свои плохие. даже святой тут неправильно исполковал. ну то есть можно сказать... это честное мнение его получается. да, а все остальные святые, это правильно, это их толковали. да и там он просто стыковал, он как бы, наверное, как в назидание пасвы что-то говорил, скорее всего, и это поэтому он им сказал о мыслях, например. какой-то частный случай возможно. да, да, да. и он взял из всех одно, это показывает, что человек бесноватый, одержимый, он не может просто... представляешь, надо... он зашел, открыл все толкования. то есть там все толкования. ты видишь, что говорится... человек правильно, я говорил, да? ты берешь это, пропускаешь это, находишь то, которое говорит о другом, и спросишь... это говорит о том, что он человек одержимый. хотя бы сказал, да, ну как бы, да, так и есть. но вот еще такое толкование есть. да и золотонос вообще говорит? почему говорит? а потому что, говорит, некоторые плевелы, они станут пшеницей. да? да, да. а мысли что станут? мысли... вот у тебя вот эта плохая мысль, она... мысли это нет, она должна быть от плевом только как бы... сейчас уже... что изначально? да я тогда чуть не догадался, канон мыслей, что... я думаю, а что они... мысли-то что, они дожатвы, что ли, их надо держать? так... есть место оглашенных, людей стали по городу... оглашенных, точнее. подмена слов, понятие полное, слова Христа, но Сын Человеческий придет, найдет ли верную земле перед твоим пришествием, Лука 18.8, остается в силе, мало, почти капли, после дождя. то есть, найдет ли верную землю? как бы, это реальность такая, просто должен быть реальностью, найдет ли веру Христа, то есть, значит, что мало-мало, и среди нас мало останется. мало, это все будет малая часть. вот если нашу взять даже, все наши сообщества, не из них мало, а это есть очень малая часть со всего мира. что там в городе бывает у нас по одному человеку? все в городе известно. но, наверное, там больше. там, как и Илья же говорил, что он думал, что нету, а 7000 оказалось в Израиле. мне кажется, тоже примерно такое же число, и в России во всем есть. в общем. то есть, ну, это очень мало, и это не значит, что везде вошел в храм, увидел, тут священник увидел, он такой, я в городе увидел, такой есть, нет такого. я у себя в городе еще вот идем нашли, тоже будет. думая, что вот он будет, смотришь, никак. и в проповеди я тут так, и стал, и я встал, и увидел, вот горящая печь проходит передо мной, и когда пламя прошло, я увидел, остался дым. После сего прошло передо мной облако, наполненное водой, и пролился из него сильный дождь. Но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли, тогда он сказал мне, размышляй себе, как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, и остались капли и дым. Третья езда, 4 глава, 49, 5 стих, 5 глава, и 5 глава. Соль, полностью потерявший силу, и все, одни слова, слова, то есть, огонь прошел, остался дым, то есть, а должен быть-то огонь. Сильный дождь, но как скорость, стремительность дождя остановилась, остались капли, вот это все. Крестят по тюрьмам и лагерям сотни, тысячи преступников, но кто из них хотя бы пурить, материться, воровать, принимать наркотики бросил? То есть, самые простые вещи, которые даже, я не знаю, любые мусульмане должны не делать, и об этом даже не говорится. Смиряйся, это главное. Входи в храм, и остави спрещайся. Не осуждай, Николай. Не осуждай. А то, что пуришь, это из-за того, что осуждаешь. Это из-за того, что гордый. Все. То есть, у таких простых вещей это и есть. Вот комара, понимаешь, отцеживают. Это потому, что для этого человека слона пропускают. Для этого человека вот эти большие грехи, их надо. А для этого, как бы, то, что осуждение там и прочее, он до них не может дойти даже, раскопать и понять. Понятно же дело, что это. Человек, пребывающий в грехах плацких, он не может не согрешать мысли в тяжелых грехах, когда пребывает. И это просто неестественно ему с ними бороться. Представляешь, что ты, например, куришь, а борешься там, не знаю, как там не осуждать. Это как бы он, он тебе не даст барьер этот. Как безбороды, ты будешь бороться с блудными помыслами, с блудом. Как бы, через голову не перепрыгнешь. Ты должен все барьеры начали поставить, которые Бог восстановил тебе. Поэтому уже говорится, это блудодейный ересь. Я думаю, когда первый раз услышал, я думаю, это же не ересь. Я же понимаю, что это четко отличие, что такое ересь, что такое не ересь. Но это же не ересь. А сейчас я понимаю, в чем смысл. Это блудодейное заблуждение. Ересь и заблуждение, это действительно, это элемент ереси. То, что ты божественное ставишь, то есть, Бог тебя только восстановил, а ты считаешь, это не важно. А чем мне ересь? Ты считать не важно. Если Бог говорит, что это важно. Это ересь действительно. Просто оно там, не в таком смысле, мы же привыкли, что ересь это нечто там, троица ты там неправильно, это ересь. Не признаешь там Христа, это ересь. Но есть же и в учении, как бы в самом. И это не каноническое нарушение. Не только каноническое, это в учении, в самом, в Писании. То есть это, если так глубоко только быть. А то они поделились, есть ересь, а есть канонические нарушения. То есть если ересь, это все конец тебя, а если вот каноническое нарушение, это терпимо. Это нормально. А что кроется в канонических нарушениях? Это в том, что ты не веришь в соборную церковь, а это уже ересь. Что ты уже, что ты уже не подчиняешься, это уже ближе к ереси. Не ересь, но ближе к ереси. Все глубже гораздо, если копнуть то. 96 правил 6 Вселенского собора, там конкретно написано. Там о бороде не написано. Там написано о волосах, что нельзя заплетать их там. Но там первые строки, как преамбула. Мы в крещении обещались подражать житию Господа. И дальше идет о волосах. Поэтому, кто заплетает волосы, то есть речь о житье каком? В внешнем виде речь вообще. Понятно, поэтому толкователи, они толкуют, они понимают, что речь вообще о внешнем виде. То есть мы подражать Господу Иисусу Христу должны. Это значит, никак там себя не украшать, не заплетать там что-то, и соответственно, хранить тот образ, который нас Бог заложил, как сам Христос хранил в себе. С православными общаешься, они совершенно это не видят. Они не могут рассудить вот это. Смотри, тут же написано, что мы-то обещались подражать житию Его. А нет, это значит, ты говоришь, делами. Подожди, ты дальше читай, написано о волосах. Значит, не о делах речь, а о волосах. Но это и дела. Все. Резонанс. Невозможно познать. Так и в этом, в Новом Завете написано, подражайте, прославляйте Господа души, души ваших и в телах ваших. Да. Да, 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 и в телах. А это то, что природа, по природе растет, и Златоуст говорит, если природа понимает, что это Бог. Слово природы. Да, потому что Бог создатель природы. Да. Он создал, и сделал, и сказал, и вот это повеление Божие, которое есть, да превратит земля, траву, сеющую семя, зелень, сеющую семя. И она растет, потому что вот это слово действует. По слову. Да. Оно действует. Оно, оно произрастает. Ибо Слово Божие живо и действенно. А нету никого. Оно. Вот там то и дело. Оно, слово Божие, оно законополагает сразу же. Делает законы природы. То есть он говорит, ты представляешь, стала земля, да? Да будет свет, и стал свет, то есть этот, сам... Фина идут. Разрешите, я почищу. Давайте сюда выйдем. Или ничего там. Может быть. Выйти кто может? Давайте я тоже. Давай, вот так вот. Альеша, отойди, не дай Бог ударю. Алеша, отойди, отойди, сейчас получше что-то. Полтык-то. Отойди, Есения, отойди. Есения, отойди оттуда. Я же не вижу, что я делаю. Простите. Это хорошо. Благодарим Вас за чистоту. В Писании вот эти все места надо обращать внимание, где говорится о Царстве Божием. Потому что именно этот ключевой момент, который не поняли иудеи, и вообще, и ученики не могли понять, что это такое, это Царствие Божие. Везде Он, Он Царствие это Небесное произносит постоянно, 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 постоянно. Постоянно опровергая их заблуждение, а не замер. Царствие Божие, не пища, не питье. Это не значит, что если ты верила во Христа, у тебя в жизни все наладится. Что ты имеется в виду, что у тебя теперь дом будет, жена у тебя будет в спокойной семье, и в убили. А это так, только так сегодня воспринимается. Все равно. Ты исповедешься ходить, причастись, тебе спокойненько станет, и прочее. Все ты молясь, и все у тебя уже не обязательно. Это все. Совершенно не обязательно. Царствие Божие, это не пища, не питье, это радость, мир. Это конкретно радость и мир, это то, что у тебя совесть чистая. И благодать на Духа Святого. Это благодать, речь о благодать и Духа Святого. То, что ты будешь в самых тяжелых условиях, а у тебя будет совесть чистая. Ты с Богом примирение, примирение, примирился с Богом. Ты уже получил от него паспорт, что ты прописан. У Бога. Вывес на Иерусалиме. Да. Вот что самое главное. Получить этот паспорт. Сегодня вы сейчас едете, получайте этот паспорт. Примирение с Богом. В крещении человек примиряется с Богом. Омывается от грехов, и вот эта жертва Иисуса Христа, где Он потом сошел на это и показал свои раны Христа. Свои раны отсутствуют. Примирение вот это. Все это сразу на вас распространится. Все обетования в полной мере. И дальше назад пути нету. Назад пути только падение полное. Как у Дениса Сатана выпадает. Потому что другой жертвой уже не может быть. Да. И тем более, вы уже пришли с вас сознательно. Вы уже реально сознательно от реального верования. Это уже не шутки. Все. Шутки закончились, когда в воду зашел. До этого ты как можешь что-то сказать. После уже все, все закончилось. И это и ответственность большая. И надо знать, что лучше не подписываться, если не готов. Если есть сомнения, если есть сомнения, да, лучше не подписываться, когда это делаешь. Потому что падение будет великое, если человек сорвется и очень трудно будет уже не отчаяться. Сатана вверхнет. Это же как получается. Ты от Христа подойдешь к сатане, который на цепи привязан. Сознательно. А если к сатане подойдешь, то что? Многие, не многие, но какая-то часть, все-таки это одна четвертая часть, она отходит потом. И вот был Роман Малыш. Видели ролики с Романом Малышем? Вот он же крестился. Все идеально работал, все хорошо. Роман Малыш. Потом как сатана вскочил в него, и он начал. Земля плоская. Патриарх еретик. Все в еретике. И все. Ничего с ним не поделаешь. Игнатик, как не Бог. Дальше потом ролики стал против США. Да. Да, да. Ну что, Игнатик, ну что, судя по всему, на крещении в чем-то какой-то грех сказал. Ну, не по греху сказал. То есть, получается, исповедь должна быть полностью? Ну, исповедь должна быть либо и Акима полная, либо ты уже где-то до этого исповедовался полная. А ему там уже, что у тебя есть. По выбору человека. Повторить все, что ли? Можно повторить. Повторить, чтобы перестраховаться. Ну да. Но, имеется, если ты уже исповедовался, то по выбору человека. Да, это как бы по совести. Как он заснулся. Да. У меня были такие, я уже до этого исповедовался, и такие, которые я даже назвал. Как знаешь, я исповедовался и все стер. Я их больше не называл. Я их, знаешь, даже вспоминать для меня их не нужно. Не все. Я в них не вникал. Я уже тогда этому священнику. А честь потом, которые там много других, я ему, в общем, все. Все, что можно. Все по своей жизни. Ну, записал я, но вкусно. Потом. То есть, если что, напомнить себе, можешь почитать. Записать. Основное там важно. Все основное. Все, что есть. Основное, которое препятствует тебе. Ну, да. Не в мелочах там всяких. Потому что до вечера. Конечно. Всю жизнь ты будешь там рассказывать. Там в нескольких берегах это нужно много выразить. Ну, естественно, все, что вложит. Если надо тебе полностью что-то рассказать, надо рассказать. Все равно требует совесть этого. Там же он говорит, да не скрываешь. Ничто от меня не может. Да. Это перед крещением, да? Да. Перед крещением исповедь идет. Надо будет самые основные или... Все. Ну, все грехи, которые есть, которые ты, совесть тебе вложит, которые ты... Те, которые... Ну, я, когда тебя спрашивал, он говорил, который не исповедовал, ты можешь их назвать, а можешь не называть. Как это, на свое смотреть. Я считаю так, ну, как бы, если ты со священником, с батюшкой, ты как его духовного отца воспринимаешь, чтобы он у него советы брать, то, конечно, лучше бы, чтобы он все знал. И даже не с целью, знал просто, как с тобой здесь еще работать. Да, чтобы ему... А если же ты где-то в другом месте, у тебя другой духовный отец. Вот. Другого вопроса. Ну и то, все равно лучше полный назвать, я считаю. Ну, если что-то и... ну, не назвал, а ты до этого исповедовался, ничего страшного. Забыл, например, там уже исповедовался. Да. Там уже исповедовался, и до этого исповедовался, где-то, где-то в субботу будет исповедоваться. где-то, где-то, чтобы выходить. Там отдельно прям храм, а все вне храма стоят. Ну, кто готовится к исповеду. подготовительные молитвы к причастию читаются. И вот батюшку вызывает, он не выходит. Заходит, точнее, он там исповедует, потом выходит, дальше продолжается. Ну, если кто исповедовался, уже идет. И до этого, получается, до того, как, ну, если Господь спадает крещение, выходим на оглашенную апсиду. Да. Да. Да, на литургию мы входим в соглашенную. А ты уже ездил? Я первый раз. Я первый раз. Вот первый раз, Елена первый раз. Главное, даже, все просто подготовить, отвернуться в себе. Ничего не обращать, и, то есть, она может искушение возводить, внутренние возмущения. что-то такое может возникнуть. Ничего, все повергнуть, это просто перед Богом, не лукавиться. Да, все в крещении, все это моет. изгонит, просто сезонную, и все. Я мальчик, я вирус. побеседовать, побеседовать, можно будет больше, с сильной техничным. Ну, но отдельно, там так не получится, наверное, что прям отдельно с ним. Нет, так скажете, что надо отдельно поговорить, и вы отойдете поговорить. так, что там просто всегда все вместе будут. Там, наверное, скорее всего, тоже снимать. А, потом мы, зачем, мы сходим к нему в этот домик, там, так можно будет вместе пообщаться тоже. А вот исповедь с отцом Якимом, она короткая, так получается? Ну, как, в зависимости от того, не от такого по времени ограничения. Она когда будет? Она будет в субботу. А, и заранее там, до вечера? Вечером? Нет, до этого, еще заранее, до всенощного времени. Да, может, часа часа, за четыре, ну, там он сам назначит, скажет, сейчас не скажу. Что еще? Старайтесь всегда везде успевать. То есть, мы вместе делаем, допустим, он говорит, такое-то время мы приходим на молитву. Все, блин, все должны, обед, ужин, все должны прибежать к этому времени. То есть, не идти в развалку, а вот если человек еще, может идти в развалку, если заранее вышел, по времени, встать все, чтобы были все, всегда мы перед Богом, чтобы вместе собирались. раз, и мы всеми перед ним стоим. Все вместе, как единое целое. Чтобы никто не отставал никуда. Как только человек отстает, его сразу может сатана там схватить. Какой-нибудь старобрядец подойдет и начнет разговаривать с тобой. Потом нальет душу такое, что человек одержимый становится. Неоднократно такое, я уже говорил, мы там буквально его выходим, Николай отстает буквально сразу же, как магнит, вон притягивается Алексей к нему. Все, они уже разговаривают. И все. И он и не может, потому что тот очень с ним деликатно, хорошо, очень бежливо, тот не может его бросить просто. Игнать ему бросай его резко, резко, ну то есть сразу же. А ты не можешь, тебе же неудобно, ты уже как бы с ним в контакте, то есть ты как бы ему поздоровался с ним, ты как его просто резко пойдешь, он подумает о тебе, что ты раб Игнатия, а ты не хочешь, чтобы о тебе так подумали. Понимаешь? Вот тебе сразу раз, и ты уже пошел, пошел, все, и ты уже просто на ворот, на ворот, на ворот. И постепенно этот дух в тебя проникает. И ты начинаешь уже там роптать, потом все. Это все, сатана знает, как уйдеть там. Они просто на него враждуют, они со всем между собой в нормальных отношениях. На него враждуют. о чем это? Они по-другому не могут. Они по-другому не могут. Как в этом нет пророку своим Отечеству. Вот это и есть. Обед я уже рассказывал, кушаем стол на таком расстоянии от тебя, за линию стола лицо не должно заходить, то есть за линию стола нет, это уже наклон посчитается. То есть еда какая-то берется, хлеб, вкус от хлеба, раз и над хлебом, прямо все, так человек ешь, а там все бывает, там общая тарелка стоит, раз, взял, раз, там, допустим, на тарелке ничего трудно, тарелку сам уберешь, просто так ешь, животное, потому что только наклоняется к пищи, Василий Велик говорит. Забывает, ничего, напомнит, сам человек вспомнит, главное, чтобы человек там на это смотрит, человек хочет исправить это или нет, а если не хочет исправить, то он как, то он оправдывается, ну то есть говорит, что, ну это видно сразу, тогда она трудно, а когда человек даже ошибся и потом опять, это же вообще ничего, даже никогда никто не обращается. Я думаю, уже стал так, но все равно бывает забывается. Я тоже так, я забываю, тоже бывает. То есть раз ты, один раз ты не делаешь, раз. Так это правильно, осознанно ты перед Богом. У нас Бог создался, почему, прямыми же, чтобы собирать плоды, а потом за, ну, человека создался, наклоняться к земле. Ты прямо едешь, а животное, оно вот наклоняется, оно ест, и учить никого не надо, это животное чисто наклоняться к еде, а вот учить питаться, это надо человеку научить. Еда Haleter – правильно, в самом деле, когда у тебя прямо все, у тебя еда правильная, желудок падает, ты наедаешься. Но когда так сидишь, а ты не чувствуешь, что у тебя может Empress выпадать наполниться и не чувствуешь даже. Потом встаешь и ты сразу чувствуешь, когда он у тебя наполняется, когда возможноapiwi есть написание. Все правильно сделать! а это неважно это неважно чего-то же построили это лучше или у хуже лучше любой сказать лучше ну а чё ты тогда хуже выбираешь неадекватный значит что не хочет не исправляться не меняться выбираешь худший вместо лучшего еда упала кипать мне нельзя поцаровал и съел с пола иммунитет хороший будет еда кипать нельзя её съесть надо если там не жидкое что-то тарелки надо хлеб мне там чистить ну тарелка чистая должна оставаться идеально чистая ну круто собрать такой чтобы не было ничего такого как обычный промазать сказать дежурному там едим молча и может только один говорить допустим первое это половина до первого так вот первое то если хочешь добавить первое еще половина второе то есть показываешь тарелку второе и дежурный смотрят второе все те второй подносит это половина второго третий аминь из колеса стоит ну пора попросить композ там да когда уж будет кипать сайлок скажешь там они все равно их правила не огласят да вот сейчас я вам говорю это вы повторно все слышите еще все остальные в основном будет следить за едой чтобы брать едят едят и обычно все означает они там раздать кому-то чего перенести готовить выслушайте ольгу пока вот мы туда не пришли к настигнуть если он нас не переназначат на кого-то ольга до вас было старше она вам будет показывать что готовить как ночью переносить она все хорошо знает очень хорошо все получалось очень сильно облегчало единственно что катя у него в позвоночнике операция большая у неё там штырь металлический ей нельзя тяжелый вообще поднимать и сколько-то каждые три часа и надо по спине давать отдых потому что не больная спина а так нормально просто чтобы ты тоже умел в виду позвоночник складываться стал там смертельная болезнь то есть позвоночник стал складываться и буквально органы и все а если бы не операция все она смерть и в итоге вытягивались полномочник ставит штырь вдоль нее все теперь спина не сгибается вообще прямая всегда прямая у меня все у нее только шея ну и в связи с этим из этих изгибов нету она очень устает поэтому я не бегать нельзя на сапиде можно ездить ну а то опасно ударишься ну да если упадешь то не будет очень аккуратно так ну что еще давайте по крещению посмотрим а ну вот четыре стадии есть плачущие плакать на улице то есть вот это это не пить имя да вот смотрите по уголовному кодосик так и в гражданском есть статьи гласящие какой надеют потерпеть наказание за каждое преступление так и в церкви было всегда эти правила наказание даны для вселенских поместных на вселенских помест соборных единой апостольской церкви например совершение убийства через аборт 10 лет отключения от причастия умышленно погубившись зачатой в утробе плод подлежит осуждение смертоубийства тонкого различия плода образовавшиеся или еще не образовали у нас нет ибо здесь полагается взыскать не только за имевшие родиться но и за то что вредила самой себе поскольку жены от таковых покушений весьма часто умирают и сим совокупляется погубление плода как другое убийство на дерзающихся умышленно и вот прочим подобает не до кончины простая покаяние принимать их в общение в исполнении 10 лет врачевание же измерять не временем но образом покаяния вот басе великий правил 2 но эти годы и пяти мир распределяется по четыре ступени по степени по два с половиной года учились первое плачущая то есть первые два с половиной года ты плачущий плакать даже храм не захочешь плакать на улице дождь ветер холод все на твоей голове разрешается только одно просить входящих чтобы помолиться в мне ты представляете вот человек совершил так вот тяжелый грех и вот ему назовет 10 лет и питьями и говорят два с половиной года ты плачешь вне церкви какое у нее исцеление то есть совесть произойдет за это время то есть реально с радостью я помню когда я тогда еще с блудных грехов приходил мне никто и питью не накладывал я помню как я хотел бы этого чтобы вот действительно тебя не допустили чтоб ты как ты это хотел это бы человек кающийся он хочет этого чтобы ему было наказание он потому что хочет чтобы очиститься перед богом перед а то что отпускается я в нее нету сомнений что сразу отпускается приехал отпускается сразу вот такой человек пришел с истинно покаяния но накладывается хотя бы какую-то правду исполнить это исцеление у тебя совести произойдет за это время ты пострадаешь за потом много чем ты еще не понимаешь и кучу потом черт произойдет доказательства что ты покаялся есть это 5 тебе то есть она и доказать человек если ее исполнять значит он покаял за искать и а если он отвергает начни сейчас на него чего вы не любили нет любви у вас они не покаявшиеся люди просто не раскаянные старая ступень слушающие внутри врат в притворе грешник должен стоять до моления обоглашён плач бывает мне врат молитвенного храма где стоит согрешивший должен просить входящих мир чтобы не помолить на не точно плачешь и слушай и слушай будетнут и врат притворе где грешник должен стоять до моления обоглашенных когда исходить то есть даже если то есть ты стоишь в притворе, и когда оглашенная зайдите, ты выходишь даже из притвора. Это он слушающий. Ибо право, как вот, слушав писание, учение, изгонится, это не сподобится молитве. Вот говорит конкретно. Что они, любви не имеют, что ли? Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри храма, храмы исходят вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечно, есть причастие святых тайн. Дальше, припадающие. Это кающийся стоит внутри врат храма и исходит вместе с оглашенными. То есть, вот это последнее стадь. То есть, ты стоишь, оглашенный зайдите, ты выходишь в притвор, за это стоишь в храме. И купно стоящий, кающийся вместе с верными и не выходит с оглашенными, но не причащается. То есть, вот это стоишь. Вот. Ипитимей не должен ввергать грешников отчаяния и не подавать повода к расслаблению жизни. То есть, я не знаю, что это повторно. То есть, надо это показать ему, как это исцеляет, что это от Бога. Это Господь, во-первых, надо сказать, что Господь прощает грехи. То есть, какой бы это ни был грех, Господь прощает, если человек искренне подкаялся. То есть, не это, не всего лишь является доказательством отчаяния и исцелением, совести, наказанием. Истинно, ты будешь знать, что ты не согрешил. Ну, то есть, что-то в этом ты что-то исполнил, как бы, по-моему, ты говоришь, оближил и исполнил правду. Исполнил правду. А так ты никуда не денешься. Вот поэтому это большое счастье, что вы не крещены оказались в итоге. Сейчас все грехи, которые были того совершены, они обоются в крещении. Без эпитимии, без ничего. Эпитимия накладывается только, если человек оглашаный, готовится к крещению и согрешает. Тогда окрещение откладывается на срок. Примерно деленный. Да. Он уже готовится, и согрешает каким-то грехом, который, согласно подобным, недопустимый. Тяжелым. Так. А, ну вот, сократить можно срок, сократить. При ревном исправлении, совершившем, можно сократить эпитимию на одну треть указанного срока. Вот это Василий Великой описывается. Тут много очень интересного. Огромный труд просто. Ну, очень большой. Это не просто надо собрать все правила эти, а надо их в нужном порядке расположить. То есть правильно. Показать, как это понимать. Сейчас тут, пожалуйста, там в семинаре, ты же отучился полный в семинаре? Заочно, да? Ну, это тоже, ну, молодец. Мы, получается, экспертом занимались. Ну, там много лукаски. все равно ты уж священнику можешь записать все. Вот он. А корочка есть, да? Что-то вот учился, диплом. Ни один брат не отучился. Виктор Савченко учился, женился, ехал на Францию. там еще Игорь, этот, этот, утр Игорь. Игорь там один был, брат тоже. Не еду буду, а другой Игорь. Он тоже в Краснодаре. Он тоже, по-моему, не доучился. Там еще этот, Загуляев? Или он? Диакон. Диакон? А, нет, там Диакон нет. Диакон же нет. Ну, что же Загуляева и... Диакон.